Всем здравствуйте. Меня зовут Борис. Я из компании Calltouch. У меня сегодня такая довольно базовая презентация. Я надеюсь, я буду очень рад, если никто из вас ничего нового на ней не узнает, на самом деле, потому что она про то, как вести контекст правильно. Я очень надеюсь, что вы ведете все контексты правильно и хорошо. Но если вдруг кто-то что-то узнает, будет тоже неплохо. Кто знает, у кого установлен call tracking? Поднимите, пожалуйста, руку. Так, окей, практически у всех. Отлично. Ну и, наверное, вы знаете, кто такие Calltouch. Соответственно, несколько таких советов, которые мы собрали, которые, собственно, являются базовыми. И в конце минутка рекламы. Примерно об этом доклад. В общем, и почему все примеры на Chevrolet Niva? Потому что мы недавно выступали у них на большой дилерской конференции. И, ну, как бы собрали много материала, которым, собственно, можно поделиться. Вот, поэтому все про Chevrolet Niva. Итак, разделяем компании на поисковые и сетевые. Ну, про поиск все знают, а то, что делить нужно на сети тоже. Тем не менее, мы все равно встречаемся, что кто-то, кто-то нет-нет, да забудет. Всем, наверное, понятно, почему это нужно делать. Потому что это разные аудитории, разные аукционы. В поиске более горячая аудитория, в сетях менее горячая. Если платить за всех одинаково, то где-то вы наверняка не доберете, а где-то доберете, но будет не совсем целевая аудитория, вы за нее заплатите им дорого. Опять же, нужно разделять компании на название дилера и на адрес DC. Если на название дилера практически все делают, то адрес почему-то делают не все. Тем не менее, многие ищут вот рядом со мной BMW Zorgia, Mercedes, там, Болгоградка и так далее. То есть, если есть аудитория, ну, довольно, которая часто ездит и наконец-то решилась, скорее всего, она может вас начать искать именно по адресному запросу. Либо если они видят щиты. Поэтому тоже желательно делать. Телефоны в объявлении. Соответственно, огромная доля звонков идет с визиток. И тем не менее, почему-то до сих пор не все, во-первых, используют эти визитки, а во-вторых, не используют там статический колл-трекинг. То есть в каждом из этой визитки можно поставить статический номер и нужно считать, потому что мобильного трафика в среднем где-то 40% сейчас у каждого дилера. И это возможности в Гугле. То есть они есть в Яндексе и в Гугле тоже, соответственно, это нужно делать. Минус слова. Если говорить про общие, то нужно исключать всякие форум, фото. Если старые года, тут еще можно поставить дропы старые кузова. Соответственно, эти тоже люди, скорее всего, вам не нужны. Про старые комплектации, БУ и сервисные понятно. И еще интересная история про слово тест. Соответственно, здесь нужно смотреть, потому что некоторые, которые ищут со словом тест, ищут про тест-драйвы, которые, скорее всего, будут смотреть на YouTube. Это не те люди, которые, скорее всего, придут к вам на тест-драйв. Но опять же, здесь зависит от марки к марке. Мы часто видим, что в более премиальных есть те, которые пишут тест и ходят на тест-драйвы, а в менее премиальных наоборот. Поэтому это вот тот момент, который нужно учесть. На минус-слова должно быть, понятное дело, обязательно. Бюджет на дневную кампанию. Если вы неправильно настроили, то чтобы не слить весь бюджет, есть возможность наставить максимальный бюджет, чтобы не потерять все деньги сразу. При этом сейчас, ну вот у нас, например, есть оптимизатор, который мы отдаем бесплатно. Он управляет ставками в двух форматах. Это та самая минутка рекламы, о которой я говорил. В двух форматах. Первая по стоимости лида, вторая по бюджету. То есть если у вас есть наш колл-трекинг, вы можете подойти к вашему аккаунт-менеджеру и попросить протестировать, как ваши результаты вручную работы сравнивают с результатом машинного обучения. Можно делать шашечное тестирование и посмотреть и то, и другое. Условия написания. Здесь тоже мы собрали все, что мы смогли найти по Chevrolet Nive. И здесь очень много всякого Mercedes, всякие гелики, всякие кузаки. Вот это все люди тоже ищут таким образом. И, соответственно, чем более полнее ядро будет отражать все эти поисковые запросы, тем больше аудитории вы соберете. Про статический колл-трекинг. Но опять же, поскольку не у всех он стоял. Довольно простая история. Для визиток, для счетов, для листовок нужно использовать, считать звонки. Стоят копейки, тем не менее показывают эффективность тех же визиток. Например, в медицине с визиток приходит, по-моему, 40 или 50% звонков. А с мобильной вообще трафика 70. Мы это недавно рассказывали. Про динамический колл-трекинг тоже вроде как уже все знают. Если вы в автомобильной тематике и у вас бюджет на контекст больше 50 тысяч рублей, у вас нет динамического колл-трекинга, у вас все плохо. То есть нет ни одного случая, когда вы с таким бюджетом, не используете медицинский колл-трекинг, делаете все хорошо. И говорить в этом случае про сквозные аналитики, конечно же, преждевременно и рано, потому что все начинается с колл-трекинга. Тоже для меня странная вещь, но почему-то не все компании делают интеграцию колл-трекинга с Яндекс.Директ и Google AdWords. Это довольно просто делается и при этом вы можете знать стоимость привлечения вплоть до ключевого слова каждого звонка, вплоть до компании. И тем не менее мы регулярно уговариваем компании импортировать расходы в колл-трекинг. Я понимаю, почему это делать не хотят агентства. В этом случае они могут скрыть, чего уж греха таить, скрыть какие-то вещи. Стоимости, затраты. И они часто просят нас это делать. Я успею. Но при этом почему это не делают прямые клиенты, мне тоже совершенно непонятно. Обратный звонок. Про обратный звонок хочется сказать, что это довольно простая штука, тем не менее очень эффективная. Почему ее многие не любят? Потому что она бесит. Когда ты заходишь, она постоянно вылазит всем в лицо через каждые 5 секунд. Поэтому очень часто маркетологи тестируют и они думают, такие у меня было 100 звонков, я подключу обратный звонок, продавец мне сказал, должно быть увеличение по числу процентов. Продавец сказал, я подключил, не получилось. Те же 100 звонков, но теперь за 30-40 процентов я плачу поминутно. Почему? Потому что таким образом, если вы показываете всем, вы паразитируете на тех, кто и так бы вам позвонил. Поэтому стоит показываться только тем, кто скорее всего не позвонит. У нас там одна логика, у кого-то на рынке другая логика. По уходу мышки и так далее. То есть не всем подряд. Вторая история – это соединение после нажатия клавиши оператором. Важная функция. Почему? Потому что если у вас есть голосовое приветствие, согласно законам телефонии, это начало разговора. То есть когда оставляют обратный звонок, когда они хотят висеть на линии. У меня был недавно случай, правда, в медицинской тематике. Мне понадобилась справка. Я, значит, для медкомиссии. Я повисел, повисел, мне надоело. Оставил обратный звонок. В итоге приходит вызов и говорят, здравствуйте, вы позвонили в клинику такую-то. Время ожидания оператора 5 минут. То есть вместо того, чтобы мне позвонил человек, мне перезвонило опять то же самое голосовое приветствие. Поэтому практически во всех нормальных обратных звонках есть возможность настроить таким образом, чтобы только после того, как звонок идет в колл-центр, там оператор нажимает кнопку, подтверждает тем самым готовность начать разговор. Идет соединение с клиентом. И вот тогда, если человеку приходит звонок, он уже говорит с живым человеком. Дозваниваясь, понятное дело, высшим. Тегирование. Тоже суперважная вещь, которую тоже мало кто делает. В основном в регионах, в небольших компаниях. Очень важно разводить звонки на сервисы, на продажи. А если у вас большие продажи, то еще лучше разводить продажи на физлицам и на корпоративные. Тегирование позволяет, собственно, это сделать. Тегирование есть по нажатию клавиши. То есть если голосовое приветствие, человек нажимает 1, там ему присваивается тег, который вы хотели, чтобы ему присвоился. Если у вас нет голосового приветствия, то этот человек, который там секретарь взял трубку и переводит на отдел продаж, можно при переводе ставить тег. Вот. Ну и таким образом вы правильно будете считать эффективность компании, потому что вам нужно привлекать звонки в продажи. И если такая задача есть, то только таким образом тегирование можно разводить. Импорт расходов. Это штука, которую мы добавили недавно и внезапно она стала очень популярна. Люди хотят видеть все свои расходы в одном месте и записывать сюда стали и стоимость самого колл-трекинга нашего, и стоимость оффлайн рекламы, потому что щиты, ну то есть Яндекс, Гугл, Май Таргет импортируются автоматом, а оффлайн реклама не импортируется. Но при этом она влияет на стоимость следа. Соответственно, ее нужно тоже учитывать. Поэтому такой функционал есть практически, мне кажется, у всех сейчас. Ну и в дальнейшем, соответственно, многие говорят у нас, вот мы поставили колл-трекинг, не поняли ценности. Мы смотрим, они ни разу не заходили в отчет. Почему такое бывает? Как в этом анекдоте радио есть, а счастья нет. Да, колл-трекинг сам ничего не делает. Яндекс.Директ тоже ничего не делает. Ну то есть там метрика ничего не делает. Надо постоянно оптимизировать, смотреть гипотезы. Ну и в целом должны получить в итоге пресловутую сквозную аналитику, когда у вас бюджет, который вы потратили на рекламу, получается в виде денег, которые вы получили в продажах. Вот. И два обновления. Первое. Мы выкатили тариф от 990 рублей для тех, кто только начинает свои первые шаги в аналитике. Вот. Это самая простая история. Можно попробовать, если вы только-только думаете о том, чтобы посчитать все, что происходит у вас. И вторая вещь. Мы сделали такой чек-лист. Вот. Такая хорошая книжка, в которой мы написали несколько вещей о том, как ежедневно проверять свои рекламные кампании, как проверить, что они заведены корректно. И в общем, что нужно делать, если у вас нет там суперэкспертного маркетолога. Женя, не смейся. Женя, вот смеется. Экспертный маркетолог. То есть если у вас нет большой команды, вы одни, то вам, собственно, нужна какая-то штука помощи. Вот такая штука мы отдаем бесплатно. В конце зала стоит моя коллега, она даст вам ее, но за визитку. Мы хитрые в этом плане. Вот. Очень полезная вещь. А, собственно, у меня все. Спасибо большое, Николай. Есть ли вопросы? Спасибо. Спасибо.